Музыка Я уела в седьмом классе. В школе учительница литературы и русского языка задала нам сочинение. Я написала его в стихах. И тут меня ждало разочарование. Я хотела ведь быть председателем холхоза. Однако учительница сказала, я послала твои стихи в газету «Пионерская правда». Тебе придет скоро письмо, достав заветный конверт. Я просто ошалела, если можно так сказать. Я увидела, что на конверте было написано «Богаткиной Ире Юнкору газеты «Пионерская правда». Вот с этого и началось. Вдучи Юнкором газеты «Пионерская правда» за мной, так сказать, закрепили куратора. Это был писатель Владимир Васильев. Вот ему я очень благодарна. И сегодня я его вспоминаю добрым словом. Если он меня видит, привет ему. Вот с него все и началось. Он столько мне книжек хороших посоветовал почитать. Разбирал каждое мое стихотворение. А через два года, выиграв конкурс, между прочим, всесоюзный, тогда ведь Советский Союз был, назывался конкурс «Золотой перышкой». И курировала его «Комсомольская правда». Я поднялась на ранг выше, став внештатным корреспондентом этой прекрасной газеты. Если говорить о жанрах, в которых я работаю, то я разделю на классические два жанра, то есть проза и поэзия. Если в поэзии, то от сонетных форм до переводов с английского языка. Ну и, конечно же, для детей. И если говорить о прозе, то проза – это тоже статьи, эссе, ну и даже замахнулась на роман. Так что в планах есть такое. Заканчиваю уже скоро. Полагаю, родителям нужно их заинтересовать. Дать, например, мою книгу, дать альбом, карандаши и сказать «Дети, нарисуйте что-то из этой книжки, а теперь напишите что-нибудь интересное. А хотите, Ирина Шейба к вам еще что-нибудь напишет?» Современная детская литература, к сожалению, в большинстве своем не учит тому, что дети должны не свое «я» выпячивать вперед, а помогать другим. То есть попросту доброте. То, чем учила советская книга. И вот я вижу свой вклад в литературу именно в том, чтобы научить родителей доброте, которые подчеркнут из детских книг, написанных Ириной Шейба. Современным родителям, которые, кстати говоря, и я являюсь, я уже и бабушка даже, я бы пожелала просто взять, ну, разные книги, разложить их перед ребенком и сказать «Выбирай, дружок». Читаем на ночь всей семьей. К отсутствию данной профессии отношусь крайне негативно. Ну, по сути, литература есть, а писателей как профессионалов не существует. Но это же не бывает так. Однако же у нас страна чудес. Видимо, бывает. Пора это исправлять. И надеюсь, что наш союз детских и юношеских писателей выйдет с инициативой. Может быть, даже и к президенту. Я вступила в союз с двумя целями. Первое. Меня очень привлекла идея распространения доброты и поднятия авторитета русской литературы. Потому что у нас буквально засилье детской зарубежной литературы. Ну и вторая цель. Хочется все-таки больше печататься. Начинающие авторы, во-первых, должны не думать о том, что они пишут для того, чтобы печататься, а думать о сверхзадаче, чтобы книга была интересной и несла в мир. Я, может быть, повторюсь, слишком много раз говорю слово «доброта», но ее так мало стало, что хочется еще раз на этом акцентировать внимание. Ну и скромнее надо быть. Творческие планы у меня широкие. Заканчиваю писать две повести – роман, книгу стихов и сказку. Так что в ближайшем будущем будет над чем еще поработать. Хотелось бы, конечно, чтобы больше читателей читали мою литературу. Ну, может быть, кто-нибудь и покупал бы даже. Все ссылки будут под видео. Пожалуйста, добавляйтесь в мою группу ВКонтакте и читайте Ирину Шейбек.